Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржаки. В начале выпуска коротко о главном. Осторожно, фальшивка! В Карагандинской области за последнее время зарегистрировано около 40 случаев сбыта поддельных двухтысячных купюр. В учебном центре «Спаск» завершился первый республиканский военно-патриотический сбор молодежи Айбын. 18 июня начинается священный месяц Рамазан. Обо всем по порядку. 77-летняя, прикованная к постели, Екатерина Санкевич просит о помощи. Пожилая женщина обращается к надзорным органам с просьбой вмешаться и привлечь ее дочь к административной ответственности и обязать выплачивать алименты матери. Ведь уже на протяжении нескольких лет она стала заложницей своих болезней и лишена возможности ухаживать за собой. При этом живет совсем одна. Ситуацию разбирался наш корреспондент. На детский горшочек. Квартира Екатерины Санкевич больше напоминает большую свалку. Спокойно передвигаться не получается. Везде куча пустых пластиковых бутылок, бумаги, одежды. От одного запаха немытого белья становится дурно. Посередине этого хаоса живет пожилая женщина. По ее словам, этот диван стал для нее и местом, где спят, едят, исправляют человеческие нужды. А рядом сухпайки и обыкновенная вода из-под крана. Куча лекарств да телефон. Женщина-остматик. Перенесла инфаркт, состоит на учете у онколога. Единственная родственница дочь, по словам Екатерины, от нее отказалась. Есть у меня родная дочечка моя, которая избила меня, требуя документы на квартиру. Вот рукой не могу ворочить. Телефон разбила мне. По словам бабушки, звонки в Акиматы и в соцслужбы не дают должного результата. Там от нее отмахиваются. Есть, мол, дочь, она и должна ухаживать. Потому соцработник ей и не полагается. А помощи ей ждать не от кого. Сейчас пенсионерка уже никому не верит. Однажды ей уже помог человек в погонах. Так после этого она лишилась всех сбережений. Порядка 240 тысяч тенге. По словам Екатерины Павловны, лишь после обращения в ДВД, полицейский ей деньги вернул, но тут же выпросил 50 тысяч в долг. Каждому нужна квартира. Меня хоспис или писхос, как она называется. А это было, знаете, когда? Когда на Букпинской бабушка с окна выпрыгнула. Вот, а я говорю, я, если бы я ходила, я, может быть, и тут прыгнула. А я не ходячая. Я никому не нужна. Сейчас у Екатерины Павловны на руках осталась расписка от полицейского, который должен ей вернуть деньги до конца июня. Вести от дочери она уже давно не получала. Та в своё время пыталась отправить мать в хоспис, умирать. Но не добившись успеха, отступила. Теперь последняя надежда больной женщины – надзорные органы. Она считает, что дочь должна ей платить алименты. А в отделе социальной защиты о проблемах женщины знают. Но, оказывается, помочь ей мешает закон, в котором говорится, что дети должны заботиться о своих родителях. Но чиновники забыли ещё об одном законе, который должен помогать нуждающимся. Забыли в соцзащите и о человеческом законе сострадания. Они даже не попытались найти и призвать к ответственности дочь больной старушки. Аймам Рина, Уржас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Лжеполицейский задержан в Караганде. Мужчина придумал способ обогащения за чужой счёт и попался в руки настоящих сотрудников собственной безопасности. ДВД Карагандинской области. Группа мошенников в интернете выискивала любителей интим услуг. Дальше просто. На встречу приходили несовершеннолетние девушки. После чего доблестный лжеполицейский устраивали облаву. На такую удочку попался мужчина из Тимиртау. Желая избежать наказания, он заплатил фальшивым стражам порядка 60 тысяч тенге. Но когда те потребовали ещё 5000 долларов, обратился к настоящим полицейским. Уже возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Все задержанные подельники подворены в изолятор временного содержания. В числе часто совершаемых преступлений продолжает оставаться мошенничество, квартирные кражи и кражи из автомашин граждан. За пять месяцев текущего года по городу Караганде совершено 529 фактов мошенничества. Правоохранительные органы призывают карагандинцев не поддаваться на уловки мошенников и в случае обмана немедленно обращаться по номеру 102. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Осторожно, фальшивка. В Карагандинской области за последнее время зарегистрировано около 40 случаев сбыта поддельных 2000-х купюр. В связи с этим Департамент по делам государственных доходов предупреждает граждан быть бдительными. Если вы обнаружили сомнительные купюры, просьба обращаться в службу экономических расследований. Наша служба экономического расследования находится в здании бывшей таможни по улице Богдана Хмельницкого, 14. Круглосуточно работает дежурная часть, вы можете любое время звонить. Фальшивки сделаны настолько умело, что зачастую их не могут отличить от настоящих даже специалисты. Поддельные деньги – главная боль для всех, обсуждали участники встреч действующие банкиры. Ведь зачастую распознать фальшивку не так-то просто, и они находятся в свободном обороте. Порой лишь специальная машина выявляет такие купюры. За последние годы более 300 нераскрытых дел повисли в воздухе. Всего в этом году из незаконного оборота изъято 36 фальшивых купюр, из которых номиналом 10 тысяч тенге 3 купюры, номиналом 5 тысяч тенге 2 купюры, номиналом 2 тысячи тенге 23 купюры, номиналом 1000 тенге 1 купюра, номиналом 500 тенге 4 купюры, 100 долларов США 3 купюры. Решением и профилактикой этих преступлений работники Департамента государственных доходов считают усиление мер по проверке купюр. Аппараты для пересчета денег должны быть ультрасовременными. Но главное оружие все же – вдительность граждан. Водяные знаки и структура бумаги – неизменные опознавательные признаки. Аймамлина Улжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Сотрудники дорожной полиции Караганды по горящим следам задержали 53-летнего мужчину, который занимался грабежами и кражами. Территорию для совершения преступлений он выбирал местный автовокзал, где всегда многолюдно. Продолжение сюжета далее. 11 июня недалеко от автовокзала неизвестный мужчина вырвал из рук у 25-летней девушки модный гаджет – айфон – и убежал. Девушка сообщила об ограблении в Центре оперативного управления и детально описала нападавшего. По полученной ориентировке универсальные полицейские по горячим следам задержали нападавшего. «Нами были проведены оперативно-розыскные мероприятия данного участка. Водитель поехал отрабатывать участок на машине. Мы сразу вышли с машины и начали в пешем порядке отрабатывать данный участок. Заметив данного гражданина, потерпевший пояснил, что он был в белой кепке. И в связи с этим мы большинство смотрели людей, кто головной убор в белый. И заметили данного гражданина во дворе дома 62». Грабителем оказался 53-летний житель Караганды. Как выяснилось, он зарабатывал себе на жизнь не только грабежами, но и кражами. Было установлено, что задержанный также обворовывал один из небольших бутиков на автовокзале. Украл сотовый телефон. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений. Николай Кровец, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... К другим новостям. Распоряжением Акима области Нурмухабета Абдебекова Ерлан Кусаин через конкурсный отбор назначен руководителем секретариата Ассамблеи народа Казахстана аппарата Акима области. Его кандидатура согласована с секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан. Кусаин Ерлан Бисимбайл родился в 1976 году, имеет два высших образования. В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет. В 2006 году Карагандинский экономический университет по квалификации филолог, бакалавр юриспруденции. Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем казахского языка и литературы средней школы номер 13 Каркаролинского района. Затем был директором этой же школы. С 2006 года на государственной службе. С апреля 2014 года до назначения являлся заместителем Акима Бухаржураусского района. Решением Совета директоров Акционерного общества Региональный центр государственно-частного партнерства Карагандинской области Мурат Шигамбаев избран председателем правления этой организации. Шигамбаев Мурат родился в 1976 году, имеет два высших образования. В 1995 году окончил Жизказганский университет имени Байконурова. В 2005 году Казахстанско-российский университет по квалификации экономист, менеджер, бакалавр юриспруденции. Трудовую деятельность начал в 1994 году слесарем-ремонтником производственного объединения «Балхашмет». С 2001 по 2014 год был на государственной службе. С 2013 по 2014 год возглавлял Управление государственных активов и закупок Карагандинской области. Продолжаем выпуск. В учебном центре «Спаск» завершился первый республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбен». На торжественное закрытие приехал и министр обороны Казахстана Имангалит Асмаганбетов. Он наградил победителей соревнований. Все подробности в следующем материале. В сборе приняли участие более 800 юношей и девушек из всех регионов страны. Это воспитанники республиканских школ-интернатов и студенты военных кафедр вузов. Программа встречи была очень насыщенной. Каждый день их пребывания в учебном центре «Спаск» был расписан буквально по минутам. Они принимали участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и в других запланированных мероприятиях. «Разумеется, не все и не каждый может и должен стать военным. Но каждый из вас прошёл здесь замечательную школу. Она научила вас сплочённости, взаимовыручки, умение вместе добиваться поставленных целей и, естественно, раскрыть таланты». На торжественном закрытии были подведены итоги сбора. Участники, которые показали наилучшие результаты, конечно, получили подарки. Среди военно-патриотических клубов отличился Жасулан из Астаны. Среди военных кафедр вузов отметили Восточно-Казахстанский государственный университет имени Серегбаева. А лучшим из республиканских военных школ-интернатов стало учебное заведение имени Талгата Бегельдинова из Караганды. Этот сбор для казахстанской молодёжи стал настоящей школой мужества и выносливости, воспитания силы воли и силы духа. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Акимат закрыл проезд в микрорайоне Кунгей. Всё дело в том, что чиновники выделили землю на строительство одного дома, захватив часть общей дороги. А ведь когда-то люди за свой счёт проложили себе путь и вот уже через месяц вновь вынуждены ездить по степным буэракам. Свои претензии к строителям местные жители считают абсолютно законными. В этой ситуации разбиралась Амина Смакова. Эту дорогу построили сами жители района Кунгей в конце 90-х. Жилой комплекс находится в степи и дорог здесь не было. Сейчас этой хорошо проложенной трассы люди не могут пользоваться. Им приходится ездить в объезд. Сейчас просто несколько обидно вложены денежные средства, силы, возможности жителей. И в одночасье было распределение, распределили и выдали людям участок непосредственно на дороге. Строительство ещё одного дома действительно захватило и часть дороги. По словам людей, чиновники выдали земельный участок вместе с территорией дороги, забыв про интересы остальных. Другого нормального пути здесь нет. Просто о людях никто не думает. Когда выдавали участки по этой дороге, значит, ведь видели, что здесь дорога. Можно было задуматься, что по этой дороге ездят люди. Что эта дорога очень нужна, потому что других дорог здесь нет. В Акимате в отделе архитектуры и градостроительства пояснили, что эта дорога жителям района Кунгей не принадлежит, так как они сами самовольно в далёких 90-х сделали её. Хозяина этой дороги нет. Никто эту дорогу не делал. Она бесхозная. В проекте у чиновников есть своя дорога, которая будет проложена в ближайшее время. Правда, точное время нам не сказали. Ну как быть, ну вы пока ездите по этой дороге? Жители хотят обращаться к адвокатам, чтобы они помогли вернуть им центральный проложенный путь. Амина Смакова, Исламбек Аспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Первичная помощь должна стать центральным звеном национального здравоохранения для предупреждения и ранней борьбы с заболеваниями. 15 июня Акимобластинур Мухаммед Абдебеков провёл аппаратное совещание, на котором были рассмотрены перспективы развития первичной медико-санитарной помощи. Глава региона напомнил, что в мае текущего года на расширенном заседании правительства президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил план нации «100 шагов по реализации пяти институционных реформ», в котором отведено место и первичной медико-санитарной помощи. С информацией по обсуждаемому вопросу выступил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. За последние три года их финансирование выросло на 5 миллиардов тенге, и в текущем году составило более 15 миллиардов тенге. В 2014 году изменена форма финансирования первичного звена, введён комплексный подушевой норматив, направленный на обеспечение доступности и повышение качества медицинских услуг, эффективности профилактики заболеваний, улучшение показателей здоровья населения. В связи с дефицитом врачей в текущем году запланировано трудоустроить в поликлинике городов и районов 62 врача, в том числе 14 в сельской местности. По итогам обсуждения Нурмахабет Абдевиков поручил руководителю управления здравоохранения продолжить работу по приоритетному развитию первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, Акимам городов и районов поручено совместно с управлением здравоохранения принять меры по закреплению медицинских кадров. Это выделение жилья, подъёмных, социального пакета. А Акиму города Караганты проработать вопрос об открытии центра семейного здоровья в районе Майкудука. Как мы будем праздновать 550-летие казахского ханства? 15 июня Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков провёл совещание, на котором был рассмотрен ход подготовки к этой знаменательной дате. С информацией по этим вопросам выступила исполняющая обязанности руководителя управления внутренней политики Ульнар Касимбаев. В областной план вошло 75 мероприятий, из которых на сегодняшний день исполнено 30. Среди них такие масштабные, как презентация стутомника книги Сарархак Тепханасы с круглым столом Сюзды, Натаса Берлик, Анаса Шиндах. Очень много содержательных мероприятий в соответствии с концепцией республиканской проведено в вузах нашего региона. На совещании отмечалось, что в республиканский план празднования 550-летия казахского ханства вошло шесть основных мероприятий по Гаргадинской области. В частности, это проведение научно-практической конференции Улытау-Ултуэ-Асып и закладка камня на территории строительства визит-центра национального историко-культурного и природного заповедника музея Улытау. Торжественное открытие стелы на месте Булантинской битвы в Улытаусском районе, реставрация мавзолеев Алашхана и Жошихана и другие мероприятия. Что касается Дня Астаны, Аким области подчеркнул, что целью этого праздника должно стать позиционирование Астаны как символ процветания и устремленности в будущее страны и дал ряд соответствующих поручений. 18 июня начинается священный месяц Рамазан. Это название 30-дневного поста. На протяжении 9-го по счету месяца в исламском календаре, который называется Рамазан, мусульмане в определенные часы воздерживаются от еды и питья и стараются духовно очиститься. Начнется пост 17 июня после вечернего намаза. Продлится ровно 30 дней и закончится 16 июля текущего года. После наступит праздник Ураза Айт. Ночь могущества и предопределения Лайлят Аль Кадр или Кадр Туна в 2015 году приходится в ночь с 26 на 27 июня. По словам имамов, исполнять все правила воздержания не так уж и трудно. Если человек действительно придаст этому деянию значение, то пост для него не вызовет никакую сложность. Если мы возьмем историю, в истории наши деды и прадеды держали посты и в то же время они работали. Они работали по 18-19 часов. И для них не было проблем совершить это деяние так, как они его совершали ради Аллаха. Работники мечети нашего региона собрались, чтобы обсудить все нюансы, которые связаны с организацией этого поста. В течение месяца во всех мечетях будет организовано питание. В крупных супермаркетах по этому поводу должны быть скидки. К тому же те, чье здоровье не позволяет придерживаться поста, могут выплачивать определенную сумму нуждающимся. День такого восполнения – 200 тенге. Они за каждый день у разы оплачивают в виде фиде, называется фиде, то есть восполнение. К тому же сумма пожертвования в этом году составляет 200 тенге. Ее можно сдать в специальные урны при мечетях или принести 4 вида продовольственного товара для тех, кто в этом нуждается. В Караганде установили мемориальную доску памяти известных деятелей искусства Карганбаю Сатаеву и Асия Аблаевой. Теперь супружеская чета актеров увековечена на стене дома, где они раньше жили, по улице Тулепова. На торжественной церемонии присутствовали старший сын пары, Ахан Сатаев, родственники и коллеги по театру. Карганбай Сатаев когда-то в далекие 70-е годы родился именно здесь, в шахтерской столице. Вместе с супругой Асией Аблаевой много лет проработал в стенах театра имени Сакена Сейфулина. Оба принесли немало пользы в развитии культурного наследия нашей области. Глава семейства был задействован в около 100 ролях театра и кино. Жители знают его и как режиссера. Казахстан, Казахстан, Сатайтын, Соны Малахтайтын, Келешерка, Курбака, Одангурова, Ликон Тихинаова, Аден, Халтушин, Кызыместекен, Адамды ишкалу, Ольбасару, Ликон Пхарзц. Увековечить память артистов решили именно в том доме, где они когда-то жили. Здесь собрались в этот день и чиновники. Первым присутствующих поздравил секретарь областного маслехата Нурлан Дулатбеков, отметив при этом, что память о великих актерах должна жить вечно. А старший сын супружеской пары, известный режиссер Акан Сатаев, приехал сюда со своими артистами последнего фильма «Ракетир-2». Поделившись собравшимися своей радостью, он поблагодарил всех за теплые слова. Даже поделился своими детскими впечатлениями. Я участвовал на читках, на репетициях, на премьерах, на спектаклях. И по неволе получалось так, что я выучивал тексты всех героев наизусть. Потом приходил домой, ставил свои спектакли. У меня солдатики были маленькие игрушки. Из газет, из книг я делал декорации. И мы разыгрывали, я разыгрывал свои спектакли. В завершении выпуска еще об одном. В исправительном учреждении для больных туберкулезом сегодня прошла спартакиада. Для осужденных спорт – это не только путь к здоровому образу жизни, но и дорога к исправлению. Все подробности в следующем сюжете. В этом исправительном учреждении каждый год проводят спартакиаду. Осужденным пациентам как раз необходимы спорт и движение. Поэтому ежегодно они гоняют мяч на футбольном поле, играют в волейбол и теннис. Спорт необходим им, как любому человеку. Каждый человек хочет быть здоровым. Поэтому мы даем такую возможность и шанс здесь реализовать себя в спортивных мероприятиях. Осужденный Александр Иванов отбывает срок уже 15 лет. Каждый год старается участвовать в спартакиаде. Спортом он занимался еще и на свободе. Разнообразным. Любым. На свободе боксом занимался. Здесь футболом, шашкой – разницы нет. Результаты соревнований будут подведены в августе. В следующем году, как и обещают организаторы, спартакиада в исправительном учреждении пройдет еще масштабнее. Амина Смакова, Айя Мамрина, Айден Жакан, Исламбек Успанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин